Привет, грабители! Да, я начинал уж как-то один из видеороликов, который, кстати, смотрит ежедневно по несколько десятков человек, но ладно. Сегодня речь пойдет про сложность One Down. Не обязательно использовать эти билды именно на этой сложности, понятное дело, их можно использовать и на любой другой. Но, проведя уже, не знаю, часов 20, наверное, на сложности One Down, я сделал для себя два билда. Сегодня я вам их покажу, соответственно, где я их буду пробовать? На стриме. То есть, я иногда стримлю Payday 2 и если мне приспичит сходить на One Down, или даже если не приспичит сходить на One Down, я все равно в любом случае беру эти два билда гарантированно. Итак, сейчас я вам покажу свой первый билд. Вообще, он схож с билдом генерала Магбадаса, но дело в том, что я немножко его настроил под себя и знаете, я только что на Мэйхаме делал охрану своего сейфхауса и упал четыре раза. Но, в любом случае, мне сказали, ничего страшного, вроде ты еще только привыкаешь к этому билду, так что все будет нормально. Итак, что я использую? Первый билд это Додж Билд. Додж Саппорт Билд. Я использую парные интерцепторы. Модули вот такие. Зубодробитель, стабильность как бонус, гаджет, микролазер, магазин и затвор. Затвор Эксперт. Вот. Соответственно, дополнителем у меня ну господи, как обычно бронка. Я никогда от него просто не отстану. с пламя-гасителем, бонусом в виде командного бонуса, дополнительная рейка для прицела, рукоять дополнительная, прицела нет, затвор, соответственно, карманный сюрприз и верхний ресивер также установлен. Далее, что у меня есть? Это медицинская сумка, костюм двоечка, шокер. Можно использовать электрокастеты, да, я в самом лучшем билде на уворот, когда использовал оружие ближнего боя, я использовал электрокастеты. Но, в принципе, можно шокер. Я тоже поставил пока шокер. Метательные топоры, но, в принципе, можете ставить все, что угодно, просто я решил временно с метательными топорами побегать. Можно поставить, кстати, оглушающую гранату. Я не против. Давайте, наверное, ее и поставлю как раз. Вот. Далее у нас будет, соответственно, перк шпион и набор навыков. Давайте смотреть внимательно. Итак, так как я буду саппорт в первую очередь, то хочется заметить то, что у меня прокачана полностью левая ветвь. А это у нас что? Правильно, Inspire. То есть, я даю больше хп своим тиммейтам. Соответственно, устанавливаю сумки гораздо быстрее. Ну, я вкачал провирус еще скорой помощи. Это, конечно, распространяется на маленькие аптечки, но, в любом случае, мне нужно было куда-то деть очки. Боевой врач полностью вкачан и Inspire. В штурмовике у меня прокачан только падальщик. То есть, больше патронов я смогу подбирать после каждого шестого убитого врага. И, соответственно, радиус увеличен. Техника я не трогал абсолютно. Раньше у меня была прокачана мертвая хватка, но теперь, к сожалению, нет. Призрак. Ну, здесь все просто. У нас, значит, шанс... Нет, давайте снизу, Duck and Cover. Ну, понятное дело, когда вы спринтуете, вы, соответственно, больше уклонения получаете. Глубокие карманы, паркур, это все вкачано, то есть, на скорость передвижения. Глубокие карманы, это прочность баллистических жилетов увеличивает, если приспичит легкий взять. И, соответственно, оружие ближнего боя менее заметно. Далее, ничего из этого не берем и берем подлого ублюдка на единицу, потому что шанс доджа всего лишь до 10% складывается, а как раз у меня и хватает. С моей скрытностью до 10%. То есть, про-версию не берем. Далее берем второе дыхание. Обычно второе дыхание про есть у почти каждого третьего человека в моем лобби, но в любом случае я беру про-версию, чтобы на них тоже распространялся эффект стамины, когда я... эффект спринта, извиняюсь, не стамины, эффект спринта, когда я теряю броню. Оптическая иллюзия, то есть, менее приоритетная цель для врагов и, соответственно, криты. Криты берем полностью, потому что здесь шанс до 30%, а у нас как раз минимальный консилмент. Так, ну, вроде все сказал. Теперь беглец. Беглец, это самое главное у меня, извините, я телефон выкинул. Вот. Значит, берем полностью, берем, можно сказать, почти все навыки на пистолет. То есть, эквилибриум, фонар пистолетов, парное оружие, отчаянный, неудержимый стрелок. Что, ну, что 20 урона дополнительных. Если честно, мне не хочется так делать. 9 жизней проберем, потому что мы идем на 1 даун и, соответственно, на одно падение больше у нас будет, почему бы и нет. И, соответственно, Свен Сонг, потому что падать мы будем очень быстро и достаточно часто. Ну, а в Свен Сонге, как вы знаете, бесконечные патроны. Дай бог вам повезет, если еще вас ударит клокер и падение не засчитается, понятное дело. Вот. Ну, в принципе, все там. Это был первый мой билд. Дождь Саппорт билд. Теперь я покажу вам второй мой билд. Он называется у меня Critical GSPS. У меня любимый дробовик в Пейде это GSPS. Поэтому, соответственно, я его, кстати, доделал, переделывал, но вроде как сделал. я знаю, что один из самых эмбалансных дробовиков в игре это Локомотив и пока его не нерфят, но у меня все-таки любимый GSPS. Смотрим на этот билд. Давайте я его немножко подкорректирую под себя. Так. Теперь берем, значит, вот это чудо. Естественно, наш GSPS. Ну, как-то так. Итак, Critical GSPS. Танатас у нас сюда будет входить. Вот, честно, моды Танатаса. Уничтожитель танков. Раньше, кстати, был приглушенный ствол, но решил убрать его. В качестве бонуса у меня урон. Лазер. Прорезиненная рукоять. Прицела никакого нет. Дробовик GSPS. Естественно, обычная дробь у него. Странно, но у меня нету ствола мятежника. А, так он и не нужен, потому что всего лишь скрытность доволит. Он не нужен. Насадка акульи зубы. Так, далее бонус. Бонус у меня... О, кстати, можно бы и запас поставить, потому что мне кажется, вообще на нем ничего не было. Прикольно. Гаджет, как обычно. Лазер, прицел не надо и, соответственно, приклад тоже не надо, так что уменьшает стабильность, она нам не нужна. В минус, чтобы она у нас была. Опять же, медсумки. Опять же, шокер. Опять же, гранаты. Перк. Использую силовик. Иногда я использую перк интервент, но это происходит очень редко, поэтому в большинстве я беру силовика, потому что он также добавляет хп побольше. Смотрим, соответственно, как это все работает. Манипулятор. Здесь берем, опять же, все то же самое, только на этот раз скорую помощь мы берем на единицу. Обезболивающий на единицу. Боевого врача забираем. И, соответственно, вдохновение. Да, я почему-то подумал про вдохновение. Ну, окей. Кстати, можно будет в том билде, знаете, как сделать? Тоже вот скорую помощь про убрать и поставить обезболивающий. Да, так намного проще будет. Значит, еще у нас стяжки. Лидер. То есть, в любом случае, на запугивание одного берем. И я взял стокгольмский синдром про, потому что пускай цивилин обменяет себя моментально со мной, соответственно. Ну и к чему все это собственно и велось, зачем я лидера качал, да. Далее берем стрельбу стоя на единицу, мастер винтовок на единицу и ловкость рук. Почему ловкость рук? Потому что при убийстве человека в голову скорость перезарядки увеличивается в течение двух секунд. То есть, делаем хэдшот допустим с того же Танатаса, да. Именно на Танатас, кстати, рассчитан этот перк, а не на GSPS. Почему? Сейчас расскажу. То есть, делаем убийство с Танатаса и моментально его перезаряжаем. Моментально просто. Далее штурмовик. Что у нас тут? Загодный зверь на единицу. Да, профессионал ближний убой на единицу, чтобы на про-версию перезарядка быстрее была. Вблизи полностью вкачан и оверкил, потому что после убийства с GSPS получается бонус на все оружие в виде доп. урона. Стойкость полностью. Здесь тоже крепкий орешек транспортеров полностью. На единицу шок и трепет можно взять. И, соответственно, айронмена. Так. Разобрались. Здесь мертвая охватка на единицу. Точность увеличивает. В Гоусте ничего нет. В Беглеце только 9 lives, чтобы было больше жизни. Соответственно, все эти билды я пробую только на стриме. Потому что как только я пытаюсь показать эти билды в нормальном действии, у меня ничего не получается. Потому что просто не получается. И я не знаю, что с этим делать на самом деле. И я только что к этому билду еще и кое-что присобачить умудрю сейчас. Потому что я что-то убрал и что-то вкачал. Ну, это, в принципе, не имеет такого сильного значения. Можно брать все что угодно. Так что, ну, допустим, стрельбу стоя взял и мертвую лапку. Так что все. Эти билды, они идеальные для вандау. Нет, скажем так, не идеальные. Но также, посмотрев, что там пишут по поводу моего билда науворот, спешу огорчить тех людей, что говорили, что билд плохой. Билд подбирается под человека, чтобы он хорошо с ним играл. если у вас кривые руки, какой бы билд вы не делали, он вам не поможет. Поймите. Разве что билд с айронменом, потому что, ну, господи, если уж вы играете на оверкилии и помираете с айронменом, то это чересчур. Так что, перед тем, как использовать эти билды, перед тем, как идти на вандаун, пожалуйста, проверьте, что у вас есть руки. Пожалуйста, потому что, если первое падение случается ранее, чем за, не знаю, три минуты, наверное, то, возможно, проблема очень серьезная и вам надо сначала поиграть, допустим, на мейхами, а потом уже только соваться на вандаун. Соответственно, в стиме, в моем профиле, можно просматривать регулярно ачивки, которые я убиваю для вандауна и скоро я контракты все завершу. Но, все зависит от того, как быстро я найду команду, так что, все еще в пути. Ну, а на этом все. Вот такие вот два билда.